Ну, Бомжара молодец, конечно. Вы только посмотрите, вы только посмотрите. Мы не успели Арсения Гончика засадить Турягу. Мы не успели снести его вот этот недоавтосалон, где он продавал там всякие тарантайки. Как Бомжара сразу же начал строительство какого-то здесь нового объекта. Я даже не знаю, что они здесь строят. Вы посмотрите, всякие прицепы с припасами, уже стены начали возводить, уже фундамент, уже всё, что только можно. Смотрите, строители что-то строят. Вы только посмотрите на этот кран огромный. Да я такого высокого объекта в нашем городе никогда отроду не видел. Ну, Бомжара, конечно, молодец. Кстати, по поводу Бомжары нужно к нему как-то в гости забежать, потому что мы с ним давно уже не разговаривали. Но я надеюсь, что они здесь что-то хорошее построят. Ну, ещё один автосалон, потому что у меня бабки есть. У меня там в сейфе валяется примерно 300 кзлотых монет, поэтому... ААААА! Прибабля? Прибабля? Ээээ, машинку там не надо, а то я заколебался уже. Сто с чем-то серий жизни ютубера вышло, а я до сих пор себе машину не купил. Будь внимателен! Строительство объекта. Возможны падающие кирпичи на голову. Возможно падающие кирпичи на голову, а не дебильные рабочие, которые сами сбрасывают кирпичи на голову. Ты с ума сошел? Тихо! Я сказал тихо! Это ты стройку так охраняешь, дебила, кусок! Там пишет, возможно падающие кирпичи на голову. Так кирпичи на голову, возможно, падают от строительства, а не от того, что какие-то дебилы сами мне на голову кирпичи. Слушай, слушай! Ты вообще понимаешь, кто тебя на работу нанял? Бомжара! Я сейчас в бомжаре один заночек сдел... Сдел... Еще раз попадешь? Еще раз попадешь? Только еще раз попад... Ну и все, больше нет падающих кирпичей на голову. Кто еще хочет на голову мне кирпичи, а, побросать? Не? Ну вот и хорошо. Перед тем, как я начну воплощать в жизнь те планы, которые я себе построил на эту серию, я хочу сказать спасибо. Спасибо тем, кто под предыдущей серией решил меня переубедить в том, чтобы я не закрывал ресторан. Вы знаете, то, что у меня сейчас в жизни происходит много всякого говна, и Костю похитили, и мелкий курить начал. Я просто не справляюсь совсем. Катя пока что не следит за моим магазином одежды, а ресторан вообще уже примерно месяца 4 пустует, и сюда ни один клиент не зашел. Но я его перестроил. Пока мелкий находился в школе, он сейчас в школе, мы сейчас за ним пойдем, пока... Автобусная остановка. Слушай, да бомжара вообще какой красавчик, ты посмотри, автобусную остановку возле моего ресторана сделал. И скамейки поставил. Я увижу бомжа, засосу его, ну, по-братски, типа как друг друга. А друг друга вообще засасывают? Друзья засасывают? Ну, короче, просто рукопожатие у нас будет. Я много всего поменял в ресторане, потому что скоро будет повторное его открытие. И мелкий, как самый главный поваренок, потому что он очень хорошо умеет кулинарить, станет самым главным шеф-поваром. Но это все будет после того, как мы разгребем все наши проблемы, которые сейчас навалились к нам на голову. А первая проблема, самая главная... Еще не подписан, еб твою, вот это... Что?! Если прямо сейчас кто-то смотрит этот ролик, и он до сих пор еще меня не подписан... Что бы этому человеку в задницу вставить? Ну, есть патрон. Можно патрон этот вставить. Огромный такой. Сантиметров 10. Подумай хорошечно. Подписаться на мой канал или не подписаться? Кто подписан? Ну, ничего, никому в задницу... Слушай, я вообще не те разговоры начинаю посередине серии. Так, сейчас... Сейчас ждем, пока звонок прозвенит. Ждем мелкого и пойдем в ресторан. Сегодня у нас будет такая экскурсия. Ай-ля! Итальянский ресторан, а после итальянского ресторана... Опа! Вот уже и звонок. А после экскурсии в ресторане мы с вами потопаем. Точнее, поедем... Автобус! Автобусы же у нас в городе уже ходят! Бомжар вообще молодец! Мы на автобусе поедем в соседний город. К школьнику. Потому что нам с ним нужно записать ролик. Да когда он выйдет-то? Мелкий! Звонок уже я не знаю, когда был. Ладно, пока мелкий там... Я могу здесь... Здесь не могу. Здесь... Мелкий! Да сколько можно? Что он там делает? Урок уже доп... А вдруг он... А-а-а... Иди сюда. Здарова, мелкий! Иди сюда! А ну, обернись! Где рюкзак просрал? Где рюкзак? В школе? А-а-а. То есть, домой ты с собой рюкзак не таскаешь, да? Там учебники, книги, тетрадки. То есть, домашнее здание тебе не задают, да? Обманщик сраный. Сраный обманщик! А-а-а, иди сюда. Курил, небось, да? Пока меня не было. Ну, признавайся, ну, курил. Я... Ну, ты куряга... Дыхни, 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 дыхни. Ты на обед пюрешки с котлеткой кушал? Да? П-п-п... Пюрешка была базиликом, да, посыпанная? Да? Да? И чай зеленый пил. Не, подожди, не чай. Морс. Морс пил? Чувствую, чувствую за посылом. Да чай. Ну ладно, молодец, не курил сегодня. Если закуришь... Короче, смотри. Если ты закуришь, я пообещал тому, кто на меня не подпишется. Вот. Патрон в задницу. Если закуришь, два патрона в задницу вставлю. Патроны отдал! Патроны отдал! Отдал патроны! Пат... Мелкий! Отдал патроны. Мелкий! Ты себе даже не представляешь, насколько много у меня сюрпризов для тебя сегодня. Самый главный, самый главный сюрприз. Я не буду закрывать свой ресторан. Вот, вот не буду. Не буду. А ты! А ты! Вот сейчас доучишься, когда лето начнется. Тут еще буквально несколько дней осталось. Когда лето начнется, ты станешь самым главным шеф-поваром. Мы наймем тебе команду. Да-да-да, прыгай, 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 радуйся. Мы наймем тебе команду. Там всякие помощники, официанты, хранифицианты, реклама... Ну, короче, не важно, не важно, не важно. Короче, команда просто специалистов у тебя будет. А сейчас, мелкий, иди сюда. Иди сюда, записывай новую рекламу. Как бы переоткрытие, да, у нас. Поэтому держи, держи камеру, держи камеру. Везде ходи с камерой, везде ее устанавливай. Вот. Сейчас, подожди. Подожди эту, к чертовой бабушке, это все... Сломать нужно. Вот так. Все, готов, мелкий? Готов? Камеру, сейчас, подожди, мне нужно немножко преобразиться. У меня на усах, как бы, клей уже ничего не клеит, поэтому я сюда двухсторонний скотч приклеил. Первый раз, когда пробовал нацепить вот эти усы на свои усы, половину своих усов оторвал. Вот тут даже волосики есть. Ну, ладно. Если я после этой серии Гитлером стану... Не обессудь, пожалуйста. Ну, как бы, легенду-то... Нужно хранить то, что владелец этого ресторана все же итальянец. Мелкий, у тебя есть вот этот колпаж, вот этот итальянский. Ну, в смысле, не итальянский, а на повара. Вот есть вот эта фигня, которая на го... Так похоже? Ну, да, такое себе, конечно, ну, похоже. Мелкий, все, готов? Записываем, записываем новую рекламу. Давай, давай, на счет три, на счет три. Три? Поехали. Итальяно перрицяно. Лучший в мире ресторан number one in China. Переоткрытие. Мы тебя ждем, любимый. Приходи, сладкий. Чувствуй себя как дома. Ты дома, дорогой. Ты дома. Владелец ресторана. Я. Родился в Украине. Переехал в Португалию. Живет в России. Владеет итальянским рестораном. Как вообще Италия со мной связана, я не понимаю. Итальяно перрицяно. Мелкий шкет. Лучший повар на деревне. Пельменьки зафигачить за две секунды. Просто с хетчанезом. Ай, ля, слюнки текут по усикам просто. Мы входим в ресторан. Чувствуешь? Чувствуешь, мелкий? Чувствуешь? Запах. Опять пернул. Нет, не. Запах Италии. Чувствуешь, сразу пиццей запахло. От пиццей запахло. Вы только посмотрите, насколько же у меня улучшился интерьер. Огромный выбор пицц. Новая кухня-щмухня. Мелкий, подожди. Пауза, 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 пауза. Усы отвалились. Паспи. Пиццы. Пасты. Прапердели смаркаспоне. Маскарпоне. Пиццы. Маргарита. Дела болонезда. Дела Италия. Бургер. Чиз. Моцарелла. Бурри. Бурри. Тыщ. Тыщ. Мелкий. Слова итальянские. Итальянские слова надо. У меня уже не итальянский запас слов заканчивается. Новый ингредиент в каждой пицце. Праперделя на фунелла на регаля. Не спрашивай. Я сам не знаю, что это такое. Но вишенка на нашем торте. Это сцена, которую я... Ёппересетэп. Мелкий. У тебя нет случайно суперклея? Не? Вишенка в нашем новом ресторане. Это сцена. Каждое воскресенье. Живая музыка. В следующее воскресенье у нас на этой сцене будет выступать группа. 21 пилотс. С новым туром. Зе бандито. Бандиты сраные придут, разгромлят. У меня здесь есть хулиганы, вандалы, бандиты. 21 пилотс. 21 пилотс на самом деле пока что сами даже не знают, будет ли у них концерт здесь или нет. Я просто с ним еще даже не договаривался. Но мне кажется, это не проблема. Да, я там номер их найду, позвоню, они сюда приедут. Уже в город ютуберов, вот. 21 пилотс на следующей неделе воскресенье. Виш вику турбэк тайм. Тузе гудолдейс. Венамамасэнгас. Туз слипеннау. Висрач аут. Мелкий снимаешь? Снимаешь, камера записывает, все хорошо. Вип-зал, вы только посмотрите, вип-зал. Здесь отдельная комната с вип-музыкой. Здесь у нас будет играть Паваллини Папаротти, итальянский музыкальный продюсер-пианист. Каждое воскресенье, каждый раз после 21 па... Мелкий, ты снимаешь? Мелкий. Тихо, 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 внук Эминема. Ту, тыш, тыш, тыш. Ээээ... Поп-поп-поправочка, поправочка. Мелкий, записывай, записывай, записывай. Эээ... Нонсенс! Только что, только что объявилось. Каждую субботу за день до 21 паэлитс. Каждую субботу у нас внук Эминема. Джамшут Эминем. Сойдет имя? Ну да. Или мелкий Эминем? Мелкий Эминем! Мелкий Эминем! Внук Эминема каждую субботу. Покажи, 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 что ты умеешь, мелкий. Покажи. Амнат Фрейд! Амнат Фрейд! Тут ты, кастэ, досра... Легендарное место. Сральник. В этом месте утопился кролик. Земля ему пухом. Кресла, табуретки. Выходите на улицу, дышите свежим воздухом. Чувствуете себя просто на все 9%. Новая зона отдыха. Зонт от дождя. Много всяких сидушек. Заходи, сиди, загорай. Ля, скоро лето. Только крем для загара бери, чтобы задницу не... Ты что делаешь, дебил? Тебе понравился этот фламинго? Да? Слезь с него. Зона для детей. Дети, приходите, дети, играйтесь, дети, веселитесь. Жизнь в радость. Спорт, это моя жизнь. Спорт, это я. Качели, спорт. Здоровое питание. Мышцы. Хорошая спортивная жизнь. Никогда не хворять. Но это еще так же не все. Фишка детской зоны. Куда этот дебил опять? Вот тот самый кролик. Ну, в смысле, не тот самый кролик, который утонул в унитазе. А другой тот самый кролик. Дети, приходите в зоопарк. Прям в ресторане. Играйте с кроликом. После кролика залезайте на горки. Мелкий, покажи, покажи, как горка работает. Залезайте на горки. На горки. Катайтесь. Запрыгивай. Запрыгивай, мелкий. Запрыгивай. После кролика катайтесь на горки. Кролик насрал. Мелкий, не прыгай. Мел... И сейчас посмотрю, во что ты прыгнул, дебила, кусок. Ты в говно кролячичное наступил. Зайчик. Мел... Ты заколебал свой несквик везде на земле оставлять. Мелкий. Ну, что сейчас делать? Вытри ботинки. В говно наступил, воняешь. Иди помойся в лужу. Я не знаю. Говно наступил. Ничего страшного. Водоем есть. Всегда можешь помыться. Итальяно Перецяно. Лучший, Вася, итальянский ресторан на этой планете. Мамой клянусь. И усами этими сраными, которые заколебали, уже падать. Мамой клянусь и шашляком из бараны. Лучший ресторан. Снял? Снял? Мелкий снял? Ага. Все, хорошо. Ну, вроде неплохо. Скинешь мне потом на флешку, я это залью на канал. Но новая реклама у нас будет. Слушай, мелкий, мы с тобой справились. Это было долго, это было изнурительно. Но мы справились, пошли. А тебе-то как, мелкий, самому? Тебе нравится вот это все? Как, как? Я здесь... Мелкий, помоги ему, у него нос в стуле застрял. Молодец, спасибо большое. Слушай, я даже не знал, что ты мелкий Минэм. Так, так, так рыбчанский умеешь читать. Ну, неплохо, неплохо. Ой, в общем, мелкий. Я поехал, иди сюда, иди сюда. Мы рекламу засняли, а мне сейчас нужно поехать. Ты можешь идти ко мне домой, я тебе дам ключи. Вот, может, шурую ко мне домой. А тут автобусная остановка появилась. Здесь у нас автобусы начали ходить. Поэтому я сейчас отправляю в соседний город, к этому шкалатрону. Потому что, если я реально не поеду к шкалатрону, то... Он меня... Ну, точнее, не он, а его батя. Его батя где-то там на заводе. Что-то там работает. Короче, крыша у него очень хорошая. Вообще, мафиози еще тот. Это было в предыдущей серии, когда этот школьник начал угрожать мне, мелкому и моей семье. Если ты не видел, как он мне угрожал... Посмотри обязательно предыдущую серию. Не будь ленивой сракатанцей. Как бы патроны у меня до сих пор остались. И ты знаешь, что я с этими патронами делаю. Много чего интересного. Посмотри обязательно. А я буду отправляться в соседний город. Мелкий. Иди домой. Иди домой. Не? Ты хочешь со мной? Хотя, на самом деле, мне же оператор нужен. Мне оператор нужен. Ну, типа, чтобы он снимал меня, я же пойду... Отдай, отдай ключ-карту. А, вот. Я же все же поеду к этому шкалатрону. Мне нужно, чтобы кто-то меня записывал. Потому что я как бы этот ролик с шкалатроном должен потом буду выложить на свой ютуб-канал. Поэтому ждем сейчас, пока автобус к нам приедет. А я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. Ставь лайкусик, ведь ты знаешь. Как только у меня на роликах набирается 20 тысяч, я сразу же выпускаю продолжение. Мы тебе с мелким скажем огромное спасибо за просмотр. Про пердоли с маскарпоне тебе в подарок от нашего ресторана. Если ты, конечно, являешься моим подписчиком и никогда не пропускаешь мои ролики. Ха-ха-ха. Всем удачи и всем пока. Мелкий, продолжай, продолжай, мелкий. Там, продолжай песню петь. А, ну да, ты же не мой, как ты продолжишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok